Приветствую всех! Это урок 17, в котором мы будем добавлять компоненты на экран прямо из приложения. На прошлом уроке мы создавали компоненты в методе ActivityOnCreate, т.е. при создании приложения. На этом уроке будем создавать уже в работающем приложении. Создавать будем кнопки, Buttons, так как они нагляднее всего отображаются. Будем указывать текст, который будет отображен на кнопке и выравнивание слева, по центру или справа. Также мы предусмотрим возможность удаления созданных компонентов. Создадим проект ProjectNameP0171DynamicLayout2. Создадим экран, который поможет нам создавать вью-компоненты. Открываем main.xml и пишем там следующее. Рассмотрим подробный экран. RGGravity — это радиогрупп с тремя радиобаттон. RBLeft, RBCenter, RBRight. Этот компонент мы используем для выбора выравнивания создаваемого компонента. AddName — текстовое поле, здесь будем указывать текст, который будет отображаться на созданном компоненте. BTNCrate — кнопка, запускающая процесс создания. BTNClear — кнопка, стирающая все, что создали. LLMain — вертикальный linear layout, в котором будут создаваться компоненты. Экран готов. Давайте кодить реализацию. Открываем MainActivity Java. Начнем с того, что опишем и найдем все необходимые нам компоненты. Кстати, у нас есть пара кнопок, которые мы будем использовать, значит им нужен обработчик. В качестве обработчика назначим Activity, т.е. необходимо дописать Implements onClickListina. И создадим пустой пока метод обработки onClick. Я также создал переменную wrapContent и буду хранить в ней значение linearLayout, layoutParams, wrapContent. Делаю это только для снижения громоздкости кода. Теперь опишем процесс создания button-компонента, заполнив метод onClick. Разберем написанное. Для начала мы проверяем, что была нажата кнопка btnCreate, т.е. кнопка создания. Затем создаем layoutParams с высотой и шириной по содержанию. Здесь я использовал переменную, про которую писал выше, wrapContent. Иначе получилось бы довольно громоздко. Далее создаем переменную btnGravity, в которую по умолчанию запишем значение выравнивания left. Для определения, какой radioButton выделен в данный момент, используем метод jetCheckedRadioButtonId. Он для radioGroup возвращает ID отмеченного radioButton. Мы его сравниваем с нашими тремя ID и заносим соответствующие значения в переменную btnGravity. Скидываем это значение в gravity у layoutParams. Далее создаем кнопку и присваиваем ей текст из addName. Обратите внимание, что недостаточно написать jetText, так как это не даст текста. Необходимо еще вызвать метод toString. Ну и в конце добавляем созданный button в наш linear layout. Сохраним все и запустим приложение. Добавим несколько кнопок. Кнопки должны появляться с указанным выравниванием и текстом. Когда вводите текст, снизу появляется клавиатура и закрывает обзор. Чтобы она исчезла, надо нажать кнопку back на эмуляторе или escape на обычной клавиатуре. Если клавиатура появляется японская с иероглифами, вызовите контекстное меню для поля ввода, долгое нажатие левой кнопкой мыши. Нажмите input method и выберите из списка Android Keyboard. Осталась нереализованной кнопка clear, которая призвана удалять все созданное. Для этого нам необходимо дополнить метод onClick. Добавим switch vgtid еще один case. Метод removeLviews удаляет все дочерние view компоненты с нашего linear layout. С помощью Toast выводим на экран сообщение об успехе. Сохраним, запустим и проверим. Добавляем несколько кнопок. Жмем кнопку clear и наблюдаем результат. В итоге у нас получилось очень даже динамическое приложение, которое умеет менять само себя. Это все! А на следующем уроке мы будем изменять layout параметры для уже существующих компонентов экрана. Всем пока!